Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность сегодня присутствовать на нашей сессии. И в продолжении той дискуссии, которая уже сегодня была, по необходимости назначения статинов и других препаратов для введения пациентов с ишемической болезнью сердца, я попытаюсь также сегодня об этом поговорить. Как мы знаем, ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной смерти в мире и на Украине, и на сегодняшний день. И 66 с копейками процентов составляет сердечно-сосудистское заболевание в структуре общей смертности. Те слайды, которые уже показывали сегодня, но тем не менее, около 9 официально зарегистрированных миллионов пациентов с ишемической болезнью сердца, около 50 тысяч фактов ежегодно, около 110 тысяч инсультов ежегодно. Мы имеем рекомендации, которые утверждены для введения пациентов с ишемической болезнью сердца. И мы должны их исследовать. Вот интересные данные исследования Евроспай, в котором участвовала и Украина. Посмотрите, это пациенты, которые перенесли инфарктная карта, а вот коронарное щитирование или стентирование. И вот что получается. Да, высокий уровень холестерина. Посмотрите, но на что я хотел процентировать ваше внимание. Прием статина по выписке, да, 80% процентов. Но тем не менее, целевые уровни холестерина не достигаются. То есть речь идет о том, что да, мы назначаем, но, наверное, мы назначаем не те дозировки, о которых нужно и должна идти речь. Итак, вывод. Удовлетворительный контроль липидов у пациентов, которые перенесли инфарктов, коронарное щитирование, стентирование, несмотря на удовлетворительные показатели распространенности приема статина при этими пациентами. Скорее всего, это неадекватные дозы статинов и низкая приверженность к пациентам к лечению. Которая, я не хочу сказать, что вы назначаете, но назначаем мы с учетом рекомендаций в аптечных сетях и так далее. Посмотрите, как я думаю, группа препаратов, так далее, говидин, эссенциаль, отношивимая, метаболическая параметия, диатризолин, предупреждение, что этот препарат не будет, но, наверное, все-таки структура продажа. Все-таки важно другое. Введение пациента со стабильной ишемической болезнью сердца речь идет, конечно же, модификацию образа жизни и гигантозной терапии. Вот интересный вопрос, что лучше, фармакотерапия или стентирование? И посмотрите, выжимаемость, комбинированная точка выжимаемости, и вакуальная карта, да, получается, что если не говорить о каких-то краткосрочных эффектах, то, конечно, стентирование, как более активный метод лечения, имеет свои преимущества, но в короткий промежуток времени. Но если мы говорим о долгосрочной перспективе, то кривые выжимаемости сравниваются. То есть речь идет о том, что, конечно же, пациенты должны получать адекватно медико-проводную терапию. Нужно ли тратить время на обеспечение вакуальной стабильной терапии? Ну, я думаю, что нашей аудитории об этом говорить не стоит, конечно, нужно. Речь идет о полном отходе от курения, ограничении от обеспечения алкоголя, диетет, обязательная техническая активность и, конечно же, контроль за индекс массы тела и за окруженностью. Далее, современная концепция фармафармакотерапии и больно-сышенческие болезы сердца – это улучшение прогноза и улучшение качества жизни. И с этой точки зрения, мы, конечно же, уже должны говорить о том, о чем мы говорим в предыдущий накладчик. Обязательный элемент – это антигенопроцентарная терапия. В золотой стандартте, я думаю, что никто не сомневается, это аспирин. Однако, все мы знаем, что есть определенный процент пациентов, у которых аспирина-резистентная, есть и переносимость. Это его показания к аспирину, поэтому речь идет о лапидогрете. И, конечно же, если мы говорим о пациентах высокого и очень высокого времени, то стоит рассмотреть вопрос о возможности двойной антигенопроцентарной терапии. То есть комбинация аспирина, и они заверены с этой точки зрения. Я думаю, что мы все хорошо знаем, что на педагогрете они не пользуются. Еще один важный момент – это все-таки целевой уровень частоты сердечных сокращений. Если мы говорим о том, что пациент страдает ишемическими болезнями сердца, если мы говорим о том, что он принимает бактериеноблокеторы, но пульс условно 80 и 90, это говорит о том, что мы означаем некие пациентки бактериеноблокетора, потому что целевой пульс у пациента с ишемическими болезнями сердца все-таки должен быть в порядке 55-60. Если часть аспыше 70 ударов в минуту, посмотрите, насколько повышается риск сердечной совместной смертности, деспектаризации ни в других неприятностей и осложнений. Поэтому с этой точки зрения мы должны помнить о том, что все пациенты, которые страдают ишемическими болезнями сердца и у которых нет противопоказания к назначению бактериеноблокетора, должны получать обязательную. Желательно, конечно, чтобы это будет дойти в специалистическую обезда иноблокетора, как, допустим, бессопроволок. Посмотрите, на этом случае показано, что бессопроволок метаболически нейтрально для эффекта лепитной таблины, новые воды, таблины. Какие препараты из перечисленных, наверное, наибольший вклад в снижение кардиосклероза, истарий, сердечно-сосудистые, салатые пациенты с ишемическими болезнями сердца? Конечно же, наиболее правильный ответ – это назначение комплексной терапии. Но все-таки, если мы немножечко вот так перейдем, и осмотрим, какие же препараты вносит наибольший вклад в снижение риска, то это все будет статина. Хотя, опять же, повторяю, что адекватное лечение должно включать не альтернативную припаду, альтерапию и назначение ПТР – это для набора каторфа Дмитрова и, конечно же, статина. Какие основные правила назначения статина? Очень важно, что все пациенты с администрацией должны принимать постоянную терапию статиной незакисимо в показателях лепитинного обмена. Даже если уровень холестерина, холестерина или пакутрида в низкой крупности казалась нормой, но есть рекоментированное расколо статина необходимо назначать. И также очень важно, что статина показывает незамедлительно всем пациентам с ишемическим болезненным в сердце, потому что это уже априори пациенты высокого риска. Насколько необходимо снизить лепиты, а именно холестерина, и вот как будет дискакленности, у пациента высокого риска уже говорилось, что если мы не можем снизить меньше, чем 1,8 мм на литр, то как минимум за вопросом является снижение на 50% от исходного уровня. И вот на этом же слайде показывается, что снижение как минимум на 50% холестерина либо пакутрида в низкой крупности обеспечивает стабилизацию трансляторического процесса. И вот данное исследование второе, поразово-статина, в котором было показано, что поразово-статин является не только хорошим гиполитаремическим препаратом, но при уставе длительного приема способен уменьшать объем теросклеротической пляжки, что показано на этом слайде. Еще раз следует подчеркнуть, что если у пациента есть документированная ишемическая болезнь сердца, то статина-терапия должна быть интенсивной и, как сейчас можно говорить, агрессивной. Выраженное снижение холестерина-либофортрета внести влоги, если на 50-е более процента, это требует повышение стабилизации покрышки трансляторической пляжки, препятствия в разрыве и разрыва трансляторических пляжек и сделает и снижает риск сердечно-сосудистых катастроф. Если есть ишемическая болезнь в сердце, и мы говорим о розово-статине, надо не бояться обозначать высокие дозы. То есть, как минимум, мы говорим уже о розово-статине 20 мг. Почему? Потому что вещественная агрессивная розово-статина обеспечивает снижение холестерина-либофортрета в низкой плотности за 50 и более процентов. Почему? Возможно, встать является истинным препаратом в плане гиполитетемической активности и также способен стабилизировать трансляторические пляжки и при условии длительного приема уменьшать их объем. Можно ли стремиться достигать целевого холестерина-либофортрета в низкой плотности? Да, конечно, это прописано во всех рекомендациях. Ещё раз повторюсь, меньше чем 1,8 мг. на литр холестерина-либофортрета в низкой плотности или на 50-шем более процентов. Насколько мы теоретически можем предположить уменьшение риска развития инсульта в плане по сердечно-сосудистой осложнений у пациентов с ишемической болезнью сердца при приёме розово-статина. Известно, что снижение холестерина-либофортрета в низкой плотности на 1% снижает рестандиоскарных событий на 1%. Тем образом, если мы назначаем розово-статин для злоких властных программ, то так мы можем при условии снижения холестерина-либофортрета в низкой плотности на 52% ожидать до позже снижения риска сердечно-сосудистой можно ли не назначать пациенту с ишемической болезнью сердца статины, а именно в том числе розово-статину. Нет, нельзя. Не назначение статины таким пациентом это врачебная ошибка. Ну и, наконец, очень интересная вопрос на курортном в общем-то часто обсуждают наши пациенты о том, что ли, допустим, делать перерывы в приёме статины или как-то там два месяца день, месяц не день. Вот это надо и будет рада. Конечно же, обменять статины и делать перерывы нельзя. Почему? Потому что уровень педагоги возвращаются к сердцу через один месяц, благоприятные приотропные эффекты исчезают практически через три недели. Всё это приводит, конечно же, к дестабилизации тросферотических пляжей и повышению риска развития тотальных осложнений. Препарат для активного лечения должен быть гарантирован на качестве, поэтому, что препарат эффективного мы знаем и пользуемся ими. И я хочу ещё раз показать эту фразу, которая уже доказывала миссия Галарионовича, которая является одной из любимых стратового учителя, запеки в нём георито, что даже самые эффективные препараты будут работать пациентам, если их не принимать. Спасибо вам за это. Спасибо.